Музыка Вас приветствует программа Только Хоккей. Спасибо всем, кто смотрит наш видеопроект. В сегодняшнем выпуске обзор домашних матчей с Нефтяником и Ариадой. Команду пополнили новые игроки. Представляем новичков. И, конечно же, очередной клип с самыми яркими моментами последних матчей. 9 ноября Лада принимала на льду Лада-арены Альметьевский нефтяник. За два дня до этого тольяттинцы одержали гостевую победу над этим соперником. Гости открыли счет в матче под занавес первого периода. Воспользовавшись отложенным штрафом из замешательства на пятачке Дмитрия Шведенко, Игорь Жилинский тут же посадил молодого защитника на скамейку, а вместо него игровое время получил Леонид Беленький. Со старта второй 20-ти минутки Лада перехватила инициативу и сумела дважды огорчить гостей. Интересный момент произошел на старте третьего периода, когда главный судья встречи отправил обоих вратарей поправлять амуницию. И на несколько минут место в рамке заняли вторые вратари команд. Точку в матче поставил капитан Лады Александр Шинкарь, поразив пустые ворота гостей на последней минуте. Счет 3-1. Достаточно хороший первый период был. Начали активно очень, как тренер говорил. Немножко не повезло. Пропустили неважный гол. Потом собрались. По ходу пацаны, мужики-молодчики, все красавцы. Бились, старались. Результат вышел хороший. Все до последнего ложились под шайбы. Так получилось. Ну, настрой, в принципе, у всех был примерно тот же самый. Как мне кажется, боевой. Все собрано очень старались. Сыграть на команду, сыграть как надо, собрано, подготовлено. Ну, это вторая игра подряд. В принципе, готовились к ней. Если дома у нас неплохо сыграло нападение, сегодня, к сожалению, они проявили беззубость. Забивая один гол и, в принципе, не создавая особо проблем в атаке, очень тяжело выиграть. Содержанием и качеством игры своей команды, можно сказать, я доволен, доволен. Единственное, что при пропущенном голе не разобрались, не поделили шайбу на своем пятачке, почему-то выключились из игры, когда играли 5 на 6, получили гол. Сумели собраться, довести игру до победы. Спустя два дня в Тольятти прибыла Ариада. Для команды из Волжска этот матч был первым после перерыва. А вот Ладе из-за перенесенных матчей в связи с универсиадой в декабре отдохнуть не удалось. Разница в свежести команд была видна невооруженным глазом. И неудивительно, что гости открыли счет первыми в дебюте встречи. В середине матча капитан Ариады Артур Сарваров дважды огорчил Данилу Алистратова. Правда, стоит отметить, что между его шайбами Евгений Еременко сумел размочить счет. В третьем периоде тольяттинцы пытались выйти вперед и втрое перебросали соперника. Но забросить получилось лишь однажды. Лада пыталась всеми усилиями перевести игру в овертайм. Но даже заменив вратаря на шестого поевого игрока, тольяттинцы сравнять счет не смогли. Поражение со счетом 2-3. Как обычно, первый период создали достаточных моментов, чтобы повести в счете. Пропустили ненужный гол, пришлось отыгрываться. Не хватило где-то свежести. В конце были моменты забить, может быть, чуть-чуть удачи не хватило. И так вот узаконно не успели сравнять счет вообще. Играли после 10-дневного перерыва. Наверное, он пошел нам на пользу. Немножко поработали. В предыдущих семи играх конца октября, в середине, конец октября мы шесть проиграли. И, наверное, игра была важна в психологическом плане. Мы, в отличие от нашего соперника, сегодня за последние 11 дней проводили пятый матч. Из-за того, что у нас две игры, перенесенные с декабря на ноябрь. Если по горячим следам, то, я думаю, просто не хватило у ребят силенок. Силенок в первую очередь физически. Потому что, ну, если так раскинуть по дням, то пять игр через день достаточно сложно играть. Тем более, что все игры у нас, как вы сами знаете, все напряженные. Мы или выигрываем в одну шайбу, или проигрываем в одну шайбу. Поэтому очень большая нагрузка на ребят выплатить. На этой неделе состав «Лады» пополнили новые игроки. Игорь Жилинский упомянул о новичках на пресс-конференции после матча с «Ариадой». У нас сегодня ночью приезжает еще один защитник. Поэтому будет возможность варьировать с защитниками. Ну, и думаю, что в скором времени еще и кто-то из нападающих у нас появится. Этим защитником и нападающим оказались Иван Глазков и Михаил Стефанович соответственно. 21-летний защитник Иван Глазков начинал нынешний сезон в Зауралье. Провел 8 игр, в которых отдал 4 результативные передачи. Ранее Глазков играл за команды «Сибирские снайперы» и «Сибирь», с которой у хоккеиста был двусторонний контракт. Нападающему Михаилу Стефановичу 24 года. Он воспитанник хоккейной школы Минского «Динамо». Успешная игра нападающего в чемпионате Белоруссии за «Гомель» привела к тому, что он перебрался в Северную Америку, где выступал в АХЛ. В 2009 году Минское «Динамо» задрафтовало Стефановича. Однако тогда он предпочел остаться за океаном, но не пробившись в состав фармклуба, нападающий вернулся на родину. Выступал за Минское «Динамо». Всего в чемпионате КХЛ сыграл 30 матчей. Нынешний сезон начал в нефтекамском Торосе, где провел 14 встреч и набрал 5 очков. Стефанович – игрок национальной сборной Белоруссии. На этом наш выпуск подходит к концу. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Следующий матч наша «Лада» проводит завтра против «Ариады» из Волжска, куда отправляется и съемочная группа нашей программы вместе с десантом тольяттинских болельщиков. Увидимся на хоккее. Не пропустите следующий выпуск, который выйдет через неделю. И пусть это время вас окружает. Только хоккей. Проект осуществляется при поддержке сайта билеттлт.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таблетка правды сладкая на вкус Имеет свойство медленного яда И даже если правды мне не надо Обманутым остаться я боюсь Куда приятней утопать в мечтах Иметь планету или остров где-то Хотя бы на весну или лето Забыть Лас-Вегас ненависть и страх В слезах ковбой и мачу Но наши парни не плачут Просто скучают сердца и мотор В слезах ковбой и мачу Но наши парни не плачут Просто скучают сердца и моторы Сердца и моторы Сердца и моторы Как хочется деньгами рвать карманы На них кормить любовью города Пуская ее прямо в провода На мониторы и телеэкраны Забыть о голой некрасивой правде Взамен на голую красивую любовь Из-за которой незачем лить кровь И слезы проливать они не надо В слезах ковбой и мачу Но наши парни не плачут Просто скучают сердца и моторы В слезах ковбой и мачу Но наши парни не плачут Просто скучают сердца и моторы Сердца и моторы Сердца и моторы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА